Памятник Петру I, расположенный в Петропавловском районе Санкт-Петербурга, считается одной из самых известных достопримечательностей города. Скульптура изображает императора, сидящего в кресле. Руки монарха лежат на подлокотниках, а сам памятник возвышается над землей на сером педестале из гранита более чем на два метра. Монументальная фигура Петра – это подарок Санкт-Петербургу от архитектора Михаила Шемякина. Сам скульптор в интервью признается, что идею создания памятника ему подал Владимир Высоцкий, личность монарха и раньше привлекала Шемякина. Он много раз рисовал Петра. На предложение актера сделать скульптуру правителя архитектор признался, что памятники великих людей ему плохо удаются, по его мнению, скульптуры правителей получаются слишком пафосными и напыщенными. После смерти Высоцкого Шемякин все же решил провести работу по созданию монумента в память об известном музыканте и актере. Первоначально скульптура создавалась в натуральную величину. Для точного изображения лица Петра художникам использовалась прижизненная маска императора и «восковая персона», выполненная БК Расстрелли в XVIII веке, лицо Петра выполнено им еще при жизни монарха, а точные измерения с тела снимались только после его кончины. После завершения работы Шемякин понял, что Петр с расстояния нескольких метров не производит впечатления «высокого человека». После этого в общую картину памятника были внесены изменения, и фигура стала непропорциональной. Энпо Лихачев, находясь в гостях у архитектора, одним из первых увидел изготовленную из пластилина скульптуру. Историк с уверенностью сказал Шемякину, что Россия должна увидеть памятник. Заявление ученого развеселило скульптора, однако спустя два года памятник был установлен в Ленинграде. Довольно долго вопрос о том, где будет стоять памятник, оставался дискуссионным, от Союза архитекторов и Союза художников поступало предложение установить скульптуру в Эрмитаже, существовала идея об установке памятника в Купчине. Обратите внимание, предложение разместить памятник на свободной площадке напротив нового гастронома особенно возмутило Шемякина, и он угрожал вывозом памятника из Питера в случае, если его действительно решат поставить там. По инициативе Анатолия Собчака, первого мера Санкт-Петербурга, памятник занял площадку в Петропавловке, на Плесовой площади, где в прошлом проводились пытки. Памятник Петру Первому в Петропавловской крепости был установлен в 1991 году, 7 июня. Из-за крайне необычного вида его оценили неоднозначно. Уважаемые ученые, такие как НП. Лихачев и знаменитые архитекторы, например, Эрнст Неизвестный, положительно отзывались о творении Шемякина. Жителей города скульптура, напротив, возмущала. Некоторое время вокруг памятника пришлось выставлять охрану для предотвращения актов вандализма. Некоторые жители города до сих пор не могут свыкнуться со столь эксцентричным изображением российского монарха. Выдвигалась идея о перенесении монумента за городскую черту или на территорию Зимнего дворца, но пока что памятник остается на своем законном месте. Создатель памятника Петру Первому Михаил Михайлович Шемякин родился в 1943 году в Москве. С 1945 проживал с родителями в ГДР, а после возвращения на родину в 1957 был принят в среднюю художественную школу при Академии живописи. Обучение художника и архитектор не завершил, в 1961 его исключили. Трубецкой бастион Петропавловской крепости скульптор безуспешно пробовал себя в нескольких простых трудовых профессиях. Позже проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице. Обратите внимание, из художественной школы Шемякин был исключен за нестандартное художественное видение и развращение сверстников. В 1971 году Михаил Шемякин был выдворен из СССР. Сам он с возмущением вспоминает, что ему не позволили даже попрощаться с родственниками. Разрешение вернуться на родину скульптор получил только в 1989 году, а до этого работал во Франции и в США. Скульптор владеет квартирой на Фонтанке, подаренной ему В.В. Путиным. Но по словам самого Шейкина, работать на родине, он не любит. Бурократические проблемы, связанные с созданием скульптуры в Санкт-Петербурге или с ее ввозом в культурную столицу, затрудняют работу. Автор памятника Петру Первому отдает предпочтение работе в Сибири. Статуя, изображающая Петра Первого, это первая, но не единственная работа Шемякина, находящаяся в Санкт-Петербурге. В 1995 году были открыты памятники, посвященные архитекторам, проектировавшим Петербург, и жертвам политических репрессий. Сейчас Михаил Шемякин – гражданин США, но он все еще считается российским деятелем искусства. Он – народный артист Кабардино-Балкарии и Адыгеи, почетный член многих институтов. Теперь архитектор и скульптор борются уже не с советской властью, а с современными чиновниками за сохранение исторического облика города. Шемякина очень возмущают дополнения, которые современные архитекторы вносят в общую картину города. Надстройки над историческими частями питерских домов художник даже открыто называет вандализмом. Ресторан «Корюшка» в Петропавловской крепости выше уже упоминалось, что памятник Петру Первому жители Петербурга оценили неоднозначно. Основной причиной горячих споров вокруг этой скульптуры стала ее непропорциональность – голова скульптуры выполнена в натуральную величину, а туловище увеличено Шемякиным в полтора раза, из-за чего памятник выглядит не совсем привычно. Среди людей, плохо знакомых с историей, бытует заблуждение, что памятник – это единственное правдоподобное изображение Петра Первого, такое мнение возникло из-за общеизвестного факта – правитель отличался высоким ростом. Сам скульптор объясняет свое творческое решение тем, что добивался схожести вида императора с изображениями церковных апостолов, так как маленькая голова и длинное тело святых символизируют величие их духа. Интересное изображение Петра Первого отражает его сложную, многогранную натуру. Необычное изображение Первого российского императора стало способом Шемякина показать, что история государства, которым правил Петр, весьма неоднозначна и также противоречива, как вид монумента. Культурная ценность памятника состоит также в том, что он является первым неофициальным изображением правителя, прорубившего окно в Европу. Целью скульптора стала передача не внешности, а характера императора – придать ему черты жизненности, психологичности, сделать образ метафизичным. О силе характера Петра Первого свидетельствуют его длинные пальцы, напоминающие когти. Имя правитель с большим напряжением вцепляется в подлокотники кресла. Этой деталью скульптор хотел обратить внимание на силу воли Петра и в то же время на его тонкую душевную организацию. Обратите внимание, глубокое почтение, которое испытывал автор памятника к Петру Первому, отображают высеченные сбоку слова. Памятник относительно молод, но вокруг него уже сложилось несколько легенд. Горожане и туристы загадывают желание, натирая пальцы Петра Первого, и, судя по тому, как ярко блестит отшлифованная бронзовая рука, эта легенда пользуется популярностью. Существуют и другие приметы, потеряв правую руку памятника, можно привлечь на свою сторону деньги, прикоснувшись к левой, получить одухотворение. Девушки часто садятся на колени Петра, так как существует легенда о том, что это действие поможет безболезненно лишиться невинности в первую брачную ночь. Молодожены возлагают к памятнику самодержца России цветы, чтобы их брак был крепким, а в семье царило взаимопонимание. В настоящее время памятник является неотъемлемой частью городского пейзажа и одной из наиболее известных достопримечательностей. Множество легенд, связанных с ним, показывает, что горожане не только привыкли к нестандартному творению Шемякина, но и полюбили его.